Украина-365 и сайт Dialog.ua проводят сбор для бойцов 3-й штурмовой бригады. Нашим бойцам нужен транспорт для выполнения задач в зоне боевых действий. Просим поддержать данный сбор и сделать свой вклад. Помните, что маленьких донатов не бывает. Ссылка на монобанку, а также пейпал вы можете найти в описании к этому видео. Возле Песчанова на Купинском направлении Харьковской области россияне пошли на штурм с полусотни единиц техники. Его отбили, а враг понес значительные потери. Об этом сообщил командир батальона ударных БПА Кахилес 92-й УШБР имени Ивана Серко Юрий Федоренко сегодня в Телеграм. Вчера, 26 сентября, противник припринял попытку механизированного штурма на Купинском направлении в районе Песчаново. В сторону Колесниковки и Кругляковки двигалось около 50 единиц российской бронированной техники с десантом. Батальон ударных БПА Кахилес 92-й УШБР уничтожил и поразил 40 единиц военной техники, сообщил он. Как уточнил командир, в числе уничтоженных 14 единиц техники оккупантов, а именно 5 БМП, 3 танка, 1 БТР, 1 МТЛБ, 2 Урала, 1 Буханка, 1 квадроцикл. Поражено же 26 единиц, в том числе 10 танков, 10 БМП, 1 БРМ, 3 МТЛБ, 1 БРМ, 1 Урал. ФСБ взяла под свой полный контроль координацию так называемой КТО на территории Курской области. Однако при этом не может скоординировать все свои действия с армией Путина. Аналитики ЕСВ решили разобраться в этой ситуации, отталкиваясь от информации из открытых источников. Российское издание «Новая газета» 25 сентября выложило материал о ликвидированном на Курщине спецназовце ФСБ. Кремль дал задание ФСБ найти и уничтожить так называемые ДРГ Украины. Для этой цели были задействованы спецназовцы из Альфы и Вымпела. Как выяснилось, спецназ ФСБ не был готов к боевым действиям с применением тяжелой техники. Спецназ готовили для борьбы с небольшой группой людей. При этом источник пишет, что Центр специальных операций ФСБ не имеет общей связи с ВСРФ на Курщине. Более того, на сегодняшний день даже нет общего штаба, который бы координировал все действия противника. Еще 9 августа Путин отдал приказ ФСБ провести так называемую контртеррористическую операцию на территории Курской, Брянской и Белгородской областях. Спустя время он удал дублирующую задачу и МОРФ. Однако до сих пор не ясно, какие задачи на Курщине выполняют сотрудники ФСБ, а какие российская армия. ВСВ не исключает, что в РФ до сих пор есть трение между ФСБ и МОРФ. Кандидат в президенты США Трамп долгое время избегал всякой возможности провести встречу с главой Украины Зеленским. Однако накануне дал положительный ответ на встречу с нашим президентом. Изначально экс-президент США выложил на своей странице в соцсети письмо от зампосла Украины в США, где тот просил о встрече от имени Зеленского. А уже позже сам Трамп заявил, что встреча все же состоится сегодня, 27 сентября, около 16.45 по Киеву. Она пройдет в Нью-Йорке. Сам Трамп уже находится там. В общении с прессой заявил, что у него есть силы и возможности в качестве будущего главы страны договориться как с Зеленским, так и с Путиным. При этом он снова не стал раскрывать все детали своего плана по прекращению войны в течение суток. Однако при этом он добавил, что его план не капитуляция Украины, но спасение жизни людей. Трамп также заявил, что Зеленский плохо знает его и его возможности, чтобы остановить войну. Журналисты «Голоса Америки» еще вчера сообщили, что Зеленский еще на один день остается в США, хотя изначально планировал покинуть страну 26 сентября. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский после встречи с американским коллегой Джо Байденом встретился и с вице-президентом США, кандидатом в президенты у демократов Камалой Харрис. По итогам встречи Зеленский и Харрис дали совместный брифинг, на котором кандидат в президенты сообщил о поддержке украинской формулы мира, предусматривающей вывод российских войск за пределы международно признанной территории Украины. Харрис, намекая, видимо, на кандидата-республиканца Трампа, заявила, что некоторые в США хотят заставить Украину отдать свои территории РФ, но она не согласна с такой позицией. «Никакие вопросы относительно войны не могут решаться без Украины», – добавила Харрис. Кандидату демократов обещала, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев. Зеленский, в свою очередь, рассказал, что изложил американскому лидеру подробности плана победы и почерпнул, что Украине нужен справедливый мир, а он возможен только при поддержке со стороны США. Старший помощник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаш Орбан вызвал волну критики после своих заявлений, в которых назвал решение Украины защищаться от российского вторжения «безответственным». Он также намекнул, что Венгрия не стала бы брать в руки оружие в такой ситуации. Об этом пишет Bloomberg. В подкасте, который транслировал правый еженедельник, Балаш Орбан отметил, что Венгрия посоветовала бы президенту Украины Владимиру Зеленскому не оказывать вооруженного сопротивления в 2022 году, чтобы уменьшить количество жертв. «Мы, вероятно, не сделали бы того, что президент Зеленский сделал два с половиной года назад, потому что это безответственно. Он втянул свою страну в оборонительную войну, и мы видим, сколько людей погибло и сколько территорий было потеряно», – заявил Орбан. Журналисты отмечают, что Балаш Орбан, который помогает главе венгерского правительства разрабатывать внешнюю политику страны, зашел слишком далеко, пытаясь продемонстрировать лояльность Кремлю. Лидер оппозиции Пэтр Мадьяр призвал политического директора правительства уйти в отставку, заявив, что его комментарии нарушают основы Конституции и независимости Венгрии. Офис премьер-министра пока не ответил на запросы Bloomberg относительно того, разделяет ли Виктор Орбан взгляды своего советника. Напомним, что 27 июля этого года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Украина является сильным государством, которое демонстрирует успешное беспрецедентное сопротивление. Киев отреагировал на появление в Грузии скандальной политической рекламы, в которой используется изображение ужасных последствий российской агрессии против Украины. В МИД Украины призвали грузинское правительство не использовать тему российской агрессии против украинского государства в своей внутриполитической борьбе. В МИД также отметили, что грузины могут не беспокоиться относительно угрозы новой войны в своей стране, пока Украина дает отпор российской агрессии. Страшная цена, которую украинцы платят, защищая свою страну, это также цена спокойствия на территории Грузии. Киев продолжит решительно поддерживать независимость и суверенитет Грузии, а также рассчитывает на демократичность предстоящих парламентских выборов в этой стране и на то, что грузинский народ не свернет с пути в Европейский Союз и НАТО. В Узбекистане учительницу русского языка, избившую и унизившую школьника за просьбу вести урок на русском, задержали на трое суток. Сообщается, что конфликтная женщина успела подраться с директором школы, в которой учится ее дочь. Казалось бы, ситуация, которая произошла на уроке, совершенно бытовая и может возникнуть везде, ведь неадекватные люди есть в любой стране. Тот факт, что педагог поступил абсолютно неадекватно и превысил полномочия, чем нанес ущерб психике ребенка, очевиден. Но вот тут начинается самое интересное. Неожиданно в ситуацию вставляют свои бесценные пять копеек. Кто бы вы подумали? Да, Мид-РФ. Затычка в каждой бочке Захарова с имперским высокомерием начала поучать народ Узбекистана о том, как им стоит жить в своей стране. Ну, казалось бы, куда ты лезешь? И тем самым интересна реакция властей Узбекистана. Захарову быстро поставили на место и дипломатическим языком велели закрыть свой рот. Вместо того, чтобы беспокоиться о наших внутренних делах, было бы правильно, если бы они занимались собственными проблемами. Написал вице-спикер Законодательной палаты парламента Узбекистана Алишер Кадыров. Китайская атомная подлодка утонула в порту. Новейшая атомная ударная подводная лодка Китая, первая в последнем классе подлодок, затонула прямо у пирса, где была пришвартована. Что стало причиной ее затопления и было ли на борту ядерное топливо, неизвестно. Инцидент произошел либо в конце мая, либо в начале июня. Китайские власти до сих пор скрывают это и не отвечают на запросы прессы. В дополнение к очевидным вопросам о стандартах обучения и качестве оборудования, инцидент поднимает более глубокие вопросы о внутренней ответственности и надзоре НуАК за оборону промышленностью Китая, которые давно страдают от коррупции. Прокомментировал новость анонимный представитель Министерства обороны США для издания Reuters. Китай вместе со странами глобального юга планирует создать платформу «Друзья мира», которая будет направлена на политическое урегулирование войны в Украине. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Китая. В частности, министр иностранных дел Китая Ван И встретился с главным специальным советником президента Бразилии Сэлсо Аморимом в кулуарах ООН. Ван И рассказал во время встречи, что Китай, Пакистан и другие страны глобального юга намерены создать платформу «Друзья мира», которая будет направлена на кризис, так они называют войну в Украине. По словам главы МИД Китая, эта платформа является открытой и не стремится ни с кем конкурировать. В то же время спецпредставитель Бразилии рассказал о так называемом мирном плане Китая и его страны относительно Украины и добавил, что он имеет большое значение. «Обе страны могут продолжать работать вместе, чтобы играть роль друзей мира, достигать общего консенсуса и способствовать охлаждению ситуации», – заявил Аморим. Саудовская Аравия готовится нанести удар по бюджету России, увеличив нефтедобычу. В Арияде устали ждать, пока цена нефти вернется к неофициальной цели в 100 долларов за баррель и больше не хотят терять долю рынка. Для России это означает падение доходов в ситуации, когда заложенный бюджет 20-25 расходы на войну планируется увеличить еще на 22%. Саудовская Аравия, крупнейший производитель нефти ВОПЭК+, намерена с 1 декабря увеличить добычу, даже если это приведет к длительному периоду более низких цен, – пишет FT. Чтобы сбалансировать бюджет Арияду, нужна нефть по 100 долларов за баррель. В королевстве посчитали, что смогут компенсировать доходы, говорят источники FT. По их словам, руководители страны решили больше не отдавать долю рынка другим производителям. Продолжение следует...